Что делает весь этот рынок эзотерических услуг? Он заставляет человека верить в то, что он несовершенен, верить в то, что было много инкарнаций, что их еще будет очень много, что была какая-то плохая карма у бабушки, у дедушки, мамы, папы, их сдает у кого и у него самого. Причем он не помнит, что это было, но он теперь это отрабатывает. И человек вот в этой кабале тянет свою лямку, тянет этот оброк, не понимая, что это иллюзия, что эта иллюзия так издевается, потому что человек это и есть проявление совершенства. То есть источник, суть его, я его, именно сущностное я, и есть совершенно. Оно не может быть более совершенным, но не может быть вода более водянистой, но не может быть воздух более воздушным, не может быть совершенства более совершенным. Это априори невозможно. Соответственно, человек должен обнаружить, где же он находится, кто с ним произошло, почему он не обнаруживает это совершенство. Вместо этого человек берет, доверяется и говорит, да, надо убить эго, да, мне надо почистить плохую карму, да, у меня чакры закрыты. Понятия не имеет, есть чака или нет, но он почитал, а надо задать себе вопрос, а если я живу на этом острове, если я живу в Тайге, что я знаю о чакахах, что я знаю меридианах, кто я вообще об этом знаю, и дзинья, дизайне человека, что я об этом знаю.